Одна против всех. Мама 12-летней девочки-инвалида вот уже три месяца добивается своей правды. Ее обвиняют в том, что она получала за своего ребенка пенсию по инвалидности. В центре выплаты пособий заявляют, пока мать незаконно получала деньги, дочь жила в интернате и была обеспечена всем необходимым. Воспитанникам интерната пособие не положено. Женщина, в свою очередь, заявляет, что в школе ничего, кроме еды, ее ребенок не получал. Одежду, книги и тетради она покупала сама, порой на свою зарплату. Ведь государственного пособия 18 тысяч тенге на все не хватит. Кормят, да. Если я просто не навыщу, все вот это я сама предоставляю. Одеваю, обуваю, даже тетради, ручки, все я сама покупаю. Это какое может быть полное? Медицинское мы не лечимся, потому что у нас коклярная имплантация, мы в области лечимся, в Оксайской больнице. Вот я недавно, можно я отвечу на этот вопрос? Вам школа-интернат выдают справки, вы предоставляете их. Здесь ясно написано. То локументок, амбордов, амбордов, амбордов. Это полное государственное обеспечение. О том, что ребенок пошел в интернат, ГЦВП должен был узнать от руководства самой школы-интерната, в которой находилась девочка. Но по утверждению Жанар Смановой, свои обязанности педагоги не выполнили. И теперь государственный центр требует с матери почти 400 тысяч тенге. Из-за длительного судебного процесса девочка пропустила обязательное лечение в Алма-Ате. И вот сегодня суд наконец-таки вынес решение. Суд решил иск в государственном центре по локументу пенсии с мамой Жанар Сапарной незаконно получили пособие удовлетворения. С мамой Жанар Сапарной незаконно получили пособие, воспитывающие ребенка и болезнь за период с 11 января 2010 года по 31 января 2015 года. Общая сумма 384 396 тенге на счет инсульканского бюджета. Решение суда повергло женщину в шок. Все эти месяцы она отстаивала права своей дочери и надеялась, что выиграет суд. Теперь как она будет выплачивать такую сумму, мама девочки-инвалида не знает. Суде я доказала и показала, и предоставила. Я все ездила в Алма-Ату, чтобы доказать, куда были потрачены деньги. Он не раз спрашивал, не раз задавал этот вопрос. Куда вы потратили деньги? На что? Я доказала, я показала. Ну не знаю, значит так. Раз вынес это решение, значит вынес решение. Потребует ли Жанар Сманова пересмотра судебного решения, неизвестно. Сама женщина признается, что за свои права она устала бороться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова